приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова речь в этом видео пойдет о руках и как за ними ухаживать чтобы сохранить молодость и красоту кожи рук не по секрету вы наверное знаете сами ничего нового я вам не открою сказав что кожа на руках и кожа на шее стареют очень быстро зачастую они выдают возраст женщины потому что в основном женщины акцентируют свой уход на коже лица и забывают про важную зону шею декольте и руки а так как руки у нас более всего контактирует с водой с моющими веществами то естественно что на них идет очень большое негативное влияние также руками мы много всего делаем у кого есть дачи огороды это работа с землей с растениями и все это отражается на коже рук а еще есть такой неприятный момент что с возрастом появляются такие пигментные пятна именно вот на коже рук у меня кстати тоже такое было но сейчас практически не видно но есть все равно немножечко следы пятнышек остались итак вы просили я рассказываю как я ухаживаю за руками но давайте начнем с самого начала что кожа рук это та же самая кожа которую нужно мыть скрабировать и питать я обычно когда купаюсь уделяю внимание рукам то есть я наношу скраб на тело и легкими движениями массирую кожу рук и особенно где кутикула где накоточки всегда прохожу щеточкой кстати моя любимая щетка из oriflame наверняка кто-то еще помнит когда она вышла я поняла что эта щетка эксклюзив на деревянной основе шикарная щетинка еще с веревочкой я купила одну сразу ей пользовалась и одну положила в зоначку когда первая уже стала выглядеть не очень респектабельно некрасиво я ее выкинула и достала новую щеточку но пользуюсь ей уже тоже наверное года два щеткой очень хорошо после того как размягчились кожи кутикулы почистить аккуратненько такими знаете движениями отодвигающими то есть и сюда мы двигаем чтобы снять кожицу которая нарастает и отодвигающими конечно под ногтевой пластиной тоже классно очищать такой жесткой упругой щеточкой далее скраб сделали все смыли идет активное увлажнение кремом я очень люблю крем oriflame любой я беру особенно мне нравится маска шведиш спа ночная вот ей я всегда пользуюсь она у меня всегда в спальне в косметичке лежит и каждый вечер на ночь я наношу густым слоем эту маску она впитывается я уже засыпаю вместе с ней то есть ее не смываем любой крем в течение дня я беру постоянно то есть я не экономлю крем я любой беру у меня на рабочем столе два крема в ванной один на кухне один очень жирненький и то есть смотрите я наношу крем на тыльную сторону ладони кисти на тыльную сторону кисти и вот так вот потом растирают достается и пальчиком и ладошкам немножко просто ладоням так много не нужно крема как вот именно внешней коже и самое главное когда вы мажете руки кремом не забывайте что руки это вот руки вместе с локтями то есть мы наносим крем и везде его распределяем и на кожу локтей потому что локти тоже очень выдают возраст и сохнут бывает что темная кожа на локтях поэтому там и скрабом и очень хорошо помогает смягчающее средство это вот просто моя любовь смягчающее средство я беру понемножечку обычно чуть-чуть достаточно чтобы нанести на локоть локоток и немножечко вот так на кутикулу это можно делать в транспорте в дороге если вы смотрите какую-то передачу обучение прямой эфир пусть смягчающее средство будет рядом с вами всегда и вы можете нанести на кутикулу и если чувствую сухость то я как маска делаю смягчающее средство на всю руку то есть на внешнюю часть руки сюда впитывается классно даже если не впиталась до конца можно потом салфеточкой убрать а если вы на кухне то есть что-то готовите что-то делаете то у вас на кухне может быть например кофе попили а там кофейная гуся возьмите ее аккуратненько нанесите поскрабируйте ручки не забывайте про эту часть где закладываются морщины то есть заломы такие идут и кожа выглядит уже старше то есть если вот тут морщинки видите у меня их практически нету потом наверняка на каждой кухне есть масло если есть оливковое это просто чудо прям капаете себе масло на тыльную сторону кисти раз 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 распределили и пусть она впитывается вы пока готовите что-то делаете у вас тут будет идти увлажняющий процесс и конечно же царь ухода это лимон лимончик вкусно пахнет аж слюньки текут что я делаю с лимоном ну во-первых лимон осветляет пигментацию то есть убирает этот пигментацию потом когда лимон заканчивается остается такая маленькая жопка я беру эту жопку и прикладываю на локти то есть иногда я беру целый лимон отрезаю сразу с двух сторон вставляю так к локти и они просто у меня стоят иногда я так двигаю массирую минут 10 если начинает щипать то есть например кожу пересушили она у вас уже начинает лопаться то может быть щипание тогда не делайте сначала нужно убрать трещинки с мягчающим средством а потом уже браться за лимон и лимон также уберет пигментацию еще есть один продукт шикарный ворифлен благодаря ему я вывела пигментацию это в серии Novage антивозрастной крем для рук шикарный сначала мне он не очень понравился он отличается от всех других я подумала ничего особенного ну крем как крем он еще такой жиденький питает ну нормальный ну пойдет а потом когда я увидела что у меня нет пигментации и кожа реально стала выглядеть моложе я поняла да он дорогой но иногда можно брать чтобы привести руки в порядок все-таки руки должны выглядеть так чтобы мужчины хотели поцеловать нам ручку когда за руку берет человек ух какая мягкая мне часто говорят какие у тебя ручки ухоженные такие мягенькие мне приятно но это как говорится результат моего труда уход за руками возможно я что-то забыла но самое главное я вам сто процентов сказала важно не пересушивать не экономить на кремах и старайтесь поменьше возиться в воде и тем более с чистящими какими-то средствами кстати я еще заметила что руки стали лучше после того как мы купили посудомоечную машину я практически перестала мыть посуду иногда бывает что-то нужно быстро или в процессе готовки ополоснуть что-то но это ерунда руки реально стали лучше нет вот этой сухости какой-то вот такой вот неприятный некрасивый если есть вопросы задавайте отвечу обязательно если есть у вас какие-то ваши фишечки лайфхаки по уходу за руками тоже пишите вот вспомнила очень важно регулярно делать маникюр вы знаете как только женщина запускает руки и не делает маникюр какое-то время они становятся сразу старше я регулярно делаю маникюр делаю сама и я вижу результат что руки ногти не меняются то есть они у меня как были 10 лет назад 20 лет назад они такие же остались то есть они не стали широкими просто если за ними не ухаживать не подрезать не подпиливать они как будто бы расплываются и соответственно сразу рука выглядит как-то крупнее и старше вот не знаю вы замечали такое или нет поэтому регулярный уход и делайте маникюр чтобы лапочки ваши были ухоженные всегда спасибо вам за внимание помните нажать лайк если не подписаны на мой канал подписывайтесь всегда вам рада и буду рада обратной связи всего доброго пока пока